1 июня. Смотрите, какой снег. Ужас. Ужас. Вот так. Я же говорила, июнь ещё не лето, июль уже не лето. Так что, мои дорогие... Ну вот, мои дорогие, про погоду я вам всё рассказала. Такое у нас 1 июня. Я сегодня везла утром внучку в садик, и она мне говорит, бабушка, ты такая обманщица, ты сказала, что завтра наступит лето. А я ей вчера объясняла, что завтра 1 июня, день защиты детей, первый день лета будет, там всё. И вот мы едем в садик, а у нас снег с дождём, ветер, вообще колод собачий. В квартире очень холодно. Я сейчас в свитере, ещё укутана вот таким платком ноги. В общем, очень холодно. Мне кажется, у нас на севере при такой погоде отопление должны включать вот так, по щелчку. Но, а нет, у нас этого не делают. Поэтому... Ну, сегодня я хотела... Уже, знаете... Я, наверное, самая последняя, которую расскажу о своих... Ну, я хочу рассказать о своих новинках, книгах, и о своих любимых. И та, которая книга у меня вообще как Библия. Ну, Библия у меня, естественно, есть, и ещё одна книга. Хочу отдать предпочтение вот этой книге. Все уже, наверное, прочитали, все уже знают всё. Одна я, хотя мне нужно стыд и позор её иметь последней. Потому что именно Ирине Саковых я начала смотреть, как это... В общем, я, когда зашла в интернет, я искала, как же облегчить себе труд, как правильно организовать вещи, всё. И первое, на кого я наткнулась, это именно на Ирину Саковых. Это было два года назад, наверное, больше. Она ещё была такая молоденькая девочка. Ну, она и сейчас молоденькая. Просто я имею в виду молоденькая в начинании. Она всё так стеснением рассказывала. Она и сейчас, конечно, она очень такая стеснительная, всё. Но умная и очень мне по духу она как-то близка. Вот, я не знаю, какие-то родные связи я с ней... Ну, не то, что там мы родня, там всё. Но что-то я вот в ней вижу, вот нравится она мне. Я начала заказывать книгу там на Озон, ещё всякие, да. Что-то мне говорили, там стоит она 283 рубля, по-моему, на Озоне. Но доставка выходила. Там самая маленькая 400 рублей, потом 600, 700. Ну, представляете, сколько книг. Как бы я думала, ну, что мне новая даст эта книга? Я каждую видеоблог её смотрю. Видео каждое её смотрю. Сейчас это они вот в Питере. До этого они были на программе «Прямой эфир» канала «Россия». Перед каналом «Россия» её показывали с Юлией Меньшовой наедине со всеми. То есть, как бы, я не перестаю следить за её жизнью. Я смотрю, мне всё нравится, её минимализм. Вот она как бы начинала с «Флайледи», система «Флайледи». Все уже, наверное, знают это. Ну, кто не знает, может, в интернете почитать. Ну, вообще, вот с неё всё у меня началось. Ну, я так думала. Ну, вот что мне эта книга даст новость? Если я уже всё, я каждое видео смотрю, каждые советы её, всё это. А нет. Видите, она у меня уже вся в закладках, вся так. Мне так понравилось то, что... Сейчас покажу. Здесь даже есть. «Выдели жёлтым цветом». Или там. Вот это «Почитай перед сном». А, подумай перед сном. Сейчас так, где-то я закладки здесь сделаю. Вот мысли-слух. Я помню, что в студенческие годы заводила ежедневник, но ни один у меня не прижился. Так же у меня. Тогда я не понимала, почему. Думала, что просто выбирала неверный способ его ведения. Но сейчас я знаю, что основная причина в том, что мне просто нечего было организовывать и нечем управлять. А значит, и поводов для записи особенно не случилось. У меня есть чем управлять, у меня есть что организовывать. Ну вот, мне легче на листочке что-то написать. Там, да, план на день я делаю. Там или на неделю, или утром. Вот когда я это всё записываю на листочке, и когда у меня висит это на холодильнике, я все эти дела всегда успеваю сделать. То есть меня вот он как бы организует. Если только я что-то не записала, то думаю, а я всё равно это сделаю. Всё, это обязательно я не сделаю. Так же, она здесь советует, например, вот, выдели жёлтым цветом и прочитаем. В общем, ваш дом не стал за один день таким. Он всё копился, копился. Ну, в общем, только маленькие постепенные шаги к верному направлению способны изменить вас и вашу квартиру. Ну, и так далее. Я не буду читать, а вы всё это сами поймёте. Система FlyLady, она занимает, в общем, организовывает домашний быт по системе FlyLady. Я не сказать, что стопроцентно там по FlyLady. Что-то беру с FlyLady. Что-то беру с KonMari. И, как это сказать, как это правильно выразиться. Да, меня не устраивает 15-минутная уборка. Да, мне нравится, что одно важное дело в день я делаю. Там, размусориваю один шкафчик, или там один отдел, или там штопка, ну, в общем, или там уборка в ванной за 15 минут, то, что успеваю. Это помимо того, что есть специальные, ну, как это, обязательные дела. Естественно, сюда не входит, там, кушать приготовить, потом за этим всё убрать. Там, пыль. В общем, утренняя рутина, там, застелить кровать. Это, да, не входит. Это обязательные дела. То есть многое, в общем, 90% наверное, я у Ирины взяла. С Флайледи я, ну, как-то она мне не понравилась. Там, неделю убираешь одну комнату, неделю вторую, неделю третью. Нет. Мне это как-то за неделю, а вторая комната, там, ну, пыль вытер и всё. Как-то нет, в общем. Ну, я говорю, многое я взяла у Ирины. Вот, вот, спасибо ей. Я вообще, я смотрю её мужа и её дочку, Вероника Романовна её. Вероника Романовна. Девочке 4 года, она ровесница моей внучки. Ну, и мы кое-когда, ну, как, смотрю, чем Ирина её завлекает. Всё, потому что, когда внучка ко мне приходит в гости, мне тоже хочется её чем-то завлечь и не хочется отставать. А Ирина более молодая, более современная мама. Я вижу, как она воспитывает свою дочку. Также мне хочется там в эти игры поиграть и так далее. Вот. Ну, про эту книгу я много... Я очень рада, что она у меня появилась. Я ещё хочу сказать, что, да, как подарок эта вещь будет очень хорошая. Ну, знаете, её нужно дарить вот тем людям, которые, ну, не то что любят читать, кто увлекается этим. Вот, я не знаю, мне эта книга, вот, была бы как, не знаю, ну, я не знаю, как бы, если бы я подарила бы книгу такую своим невесткам, они бы подумали, ну, Эл Фёдоровна, ты чё, кря-кря, что ли, или что, мы грязнули, или что. То есть, как подарок нужно очень к этому тонко отнестись. Потому что, не знаю, вот я, например, хочу сказать, я сегодня хочу рассказать про свои любимые книги. Мы когда с мужем поженились, приехали к маме, и, ну, мама так, такой человек, она поняла, что я далека к готовке, там, ну, очень далека. Да я до сих пор, вот, представляете, вот для меня кушать, приготовить, это вот застрелиться можно. Ну, потому что каждодневно вот это вот придумать, что как-то вкусно, что-то, для меня это вообще очень тяжело. И мама мне подарила, ну, свекровь, подарила мне две книжки. Одна, я, наверное, потом расскажу, сейчас об этих расскажу, а потом... Поэтому я тем книжкам была очень рада. Ну, я была тем книжкам очень рада. Тогда не было интернета. Тогда мы за книжками стояли, я помню, у меня муж очень любит читать, мы за книжками стояли ночами. Я помню, в Светлогорске у нас там был один книжный магазин на Березине. И мы там ночами стояли, костры жгли и покупали книги. Ой, это вообще был дефицит. Вот. Ну, и вот что я про эту книжку хотела бы сказать. Если вы знаете, я вот, у меня есть подружка такая, которая... Не одна пара есть подружкам, которые... Они мне доверяют, я им доверяю, и они знают... Я знаю, что они мне плохого не пожелают, и я бы могла этим вот двум подружкам с уверенностью подарить. Так что нужно смотреть это как-то... Я считаю, что кто захочет, тот сам себе купит. Я не пожалела ни разу, что я ее купила. Хотя я говорю, я Ирину смотрю. Не знаю, это вот кто знает Ирину, да, и вот частичка здесь Ирины. Вот я ей покажу. Здесь даже еще ценник остался. Вот Ирина, кто ее не знает. Вот, ну, как выглядит? Ну, уже все, наверное, знают. Обложка первая. Да, картиночки черно-белые, ну, не столь важные. Для меня это не столь важно. Здесь есть такие пометочки. Положи сюда закладку, там. Обчерти желтым, там. Выдели желтым цветом. Как убирать, там, например, чтобы не забыть, что мы часто убираем, там, пыль вытерли, там, люстру, все. Забываем карниз помыть, там. Забываем выключатели, ручки. А ручки – это самый вот рассадник такой вот, за которым обязательно нужно следить. Она там рассказывает, как она пришла к минимализму. Ну, вообще, что я рассказываю-то? Блогеры, наверное, все знают Ирину Соковых. Вот, поэтому я очень рада, что у меня появилась эта книжка. Очень-очень-очень. Также еще одну. Кстати, я про эту книжку, когда я подержала в руках, думаю, так она мне понравилась. Также я думала про вторую книжку. Тоже про нее уже все знают. Это книжка Мария Конда. Сейчас, здесь такая красненькая, что прилепили они, вот ее. Кон Мари. Делитесь. Сейчас. Вот она так выглядит без... Ну, все, кто блогеры, тоже, хочу сказать, они знают. А кто не блогеры, кто просто заходит на мою страничку посмотреть, я просто для них рассказываю, что... У меня еще ВКонтакте, в моих видео есть, ну, типа по этой книге фильм. Кто хочет, может, зайти посмотреть. Вот, я когда посмотрела этот фильм про нее, я говорю, меня вообще вот так вот захотелось навести порядок. Вот прям вообще загорелось. Сейчас мне, конечно, не до этого, потому что у меня дачный сезон, все. Сейчас просто у нас холодно, и я не езжу на дачу. И стараюсь прочитать Ирочку. Вот. Это магическая уборка. Японское искусство на ведение порядка в доме и в жизни. Здесь, вот знаете, она... Ну, в Японии, ну, по-моему, я... Да, японка же. Она работает... Вот у нас еще эта профессия не пришла к нам. Ну, в Россию, в Украину, хоть куда. Она работает типа органайзером. Это недомработница. Это вот человек приходит к вам домой, он смотрит. Вот, в смысле, на мысли прыгаю, извините. Я не умею так рассказывать ровненько. Когда вы приходите к кому-то домой, да, вы своим невинным взглядом так смотрите. Вот я бы сделала вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот все. У чужих вы видите, да, а дома вы сами не видите. Очень полезно, когда подруга приходит. Но только подруга, знаете, а не так... Такая подруга. Вот. Которая от души тебя посоветует, что... Не то, что там сказать, тебе надо поменять вот эти шкафы, или тебе надо люстру поменять, или тебе там просто сказать, вот, а я складываю вот это вот так. А вот, чтобы тебе здесь было легче, попробуй вот так сделать, знаешь. Ну, вот такие советы. Вот она работает органайзером. Она приходит, за вас работу не делает. Но она, особенно если фильм у меня посмотрите ВКонтакте, ну, хоть не у меня ВКонтакте, найдете на просторах интернета, она очень хорошо рассказывает, там, как она носочки складывает, как она маечки складывает, как она прощается с вещами, да, для меня, конечно, это фантастика, там, прижать вещь-то. О, спасибо, что ты мне прослужила. Ну, вот, там, нужна ты мне или не нужна. Или там, ну, спасибо, как... Ну, я немножко это не так делаю. Конечно, это такое для меня. Но книжка тоже очень полезная. Я ее, знаете, и ту, и ту начала, потом я ее отложила. Нет, думаю, пока мы себя Ирину не прочитаем. Нет, там, тем более я фильм уже смотрела. Вот, как она вот здесь говорит, хочу ли я снова увидеть эту вещь? Вот, когда она с вещью прощается, она ей говорит, ну, даже не знаю, если ваши ощущения таковы, выбрасывайте смело. Вот, если вы там взяли вещь, например, бумажку эту, и вы задаете вопрос, хочу ли я снова увидеть эту вещь? И если вы задали себе этот вопрос и не знаете ответа, выкидывайте и все. Кстати, по флай-леди, да, там, когда вы убираете, в день нужно 27 вещей выкинуть. Для меня это вообще было там... Я еще та, это... Как это говорят, которая шмотошница или... В общем, мне все жалко, мне все пригодится. Мне, тем более, как бы, я рукоделием занимаюсь, там, человек творческий, мне всегда то надо, то надо, все. Как моя теть Зоя говорит, там, она мне звонит, Эл, тебе надо вот это, я говорю. Да, она говорит, да кто бы сомневался. В общем, книжка тоже очень полезная. Я, как бы, рекомендую. Я еще, я ее только там первая, наверное, страница 20 прочитала, потом думаю, у меня все в голове. Ирина Суковых, и она... Потому что я в одно время их почти купила. Тоже так же на Озоне заказывала вау-ау-ау-ау. Там она мне выходила вообще за тысячу. Заказала я ее, мне привезли в магазине. 425 рублей и без заморочки. Ну, очень рада я этим двум книжкам. Как бы книг, художественную литературу... У меня муж очень много читает. Очень много фантастики, очень все. Мы это, конечно, уже все он прочитал. Мы, ну, передарили, переотдали. А вот, и у меня остались только теперь психологические, те, которые, ну, которые мне по духу, там, энциклопедии, вот такие небольшие, в общем, остались. Я думаю, это у меня приживется. И даже, может, кого-нибудь из моих близких заинтересует. Вот, ну, все, что я могу сказать. Я очень рада, что теперь у меня есть эти две книжки. Про свои старые книжки, которые у меня были подарены, которые мне дороги, я сделаю вторую часть. Ну, если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Подписывайтесь в группе ВКонтакте «Волшебный пендель» от Элочки, чтобы задавать вопросы, фотографии выставлять, комментировать. Это для тех, кто не зарегистрирован в Ютубе. Я там тоже выкладываю свои видео. Я есть в Одноклассниках, есть ВКонтакте. Так что всем пока-пока, мои дорогие. Вторая часть следует.